статья о моем подъеме на гласе 3000 и так кто куда а я в горы и чем выше тем лучше предисловие вообще-то я собиралась на озеро так как у меня теперь есть новенький блестящий красивый яркий каяк естественно я хочу кататься на нем поэтому я начала искать озера красивые озера не так далеко от меня в расстоянии где-то час езды я нашла одно замечательное озеро называется ланнесси это в районе штат это озеро находится где-то в горах высоко поэтому я записала координаты и собралась поехала к озеру но когда я ехала моя навигационная система сказала мне вы приехали а озера нигде поблизости нет я посмотрела по карте на навигационной системе озера поблизости нигде нет поэтому я решила что она опять врет и поехала дальше поехала дальше и поехала дальше и еще дальше вдруг смотрю большая надпись и большой рекламный щит гласе 3000 гласе это ледник гласе 3000 5 минут подумала я как здорово не поехали мне на гласе 3000 и так нашла парковку припарковалась купила билет и вот я в кабинке фуникулере для подъема на гласе 3000 прошло пять минут люди собрались уселись не так было много народу потому что времени уже было два часа и мы поехали поехали прямо сразу по вертикали вверх можно сказать страшно немножко кабинку качала но все было стабильно люди сидели болтали фотографировали я естественно фотографировала бесконечно потом мы поднялись на высоту наверное где-то тысячи две тысячи метров и мы должны были сделать пересадку мы пересели в другую кабинку которая нас начала поднимать еще выше и выше и выше по склону к самой высокой точке этого подъема гласе 3000 и вот мы наверху я честно говоря думал что там наверное будет снег и там будет очень холодно я просто вот в одной футболочки но когда мы поднялись наверх было слегка прохладно но было так интересно со стороны льдов веял прохладный бриз с другой же стороны со стороны гор со стороны штата веяло тепло необыкновенно необыкновенное ощущение с одной стороны прохладно и тут же тебя обволакивает теплый воздух замечательно и так потом нужно было подняться по ступенькам по железным ступенькам по железной лестнице наверх и оттуда открылся взору мостик который соединял две верхушки две горы две горы соединял железный подвесной мост по которому люди должны были пройти если не хотят подняться на самую высшую точку вот это самого этого места три тысячи метров естественно не пошла естественно как же не могла не пойти и так поэтому мостик он слегка шатается но очень стабильный все как бы сделано я даже не менее где страха не было хотя люди я видела шли немножко боялись цеплялись за эти перила боясь что вдруг они упадут вниз и так я наверху конечно же взор безумно красивый эти белые шапки гор со всех сторон со стороны с левой стороны видно далеко день был чистый ясный прозрачный как будто бы горы видны но просто можно посчитать одну за одной горы все за горы можно посчитать они все видны зубчики с белыми шапочками вверх очень красиво снега не оказалось вместо снега какая-то не знаю серая поверхность я подумала что ну вот как весной когда бывает когда снег стает а такая грязь в общем то значит белого снега не оказалось немножко с правой стороны там где северная сторона еще есть лёд он потрескавшийся но он тоже серого цвета и так на фотографировав на дышавший свежий воздух на высоте 3000 метров и я начала спускаться чуть-чуть вниз чтобы пройти пешком как раз дойти до вот где лыжные слопы где люди катаются на лыжах там есть тропинка по ней смотрю люди ходят люди мосюсенькие совсем не видно и как пуговички маленькие двигаются как точечки и так пешком я спустилась вниз по деревянным ступенечкам и вот я оказалась прямо рядом служи с грязью с этой грязью нужно было пройти потому что с этой стороны таял лед и вода текла здесь была земля и поэтому тут было грязное место но я выбрала по суше местечко и прошла было страшно казалось что сейчас провалишься нафиг вообще куда-нибудь действительно моя одна нога прямо ботинки прямо нырнула можно сказать по самые уши грязь но счастливо выбравшись я потопала как я думала по земле но на самом деле это оказалось не земля то что я сверху видела серого цвета я думаю это земля это нет это был лед это лед это и есть гласия это есть ледник но сверху он покрыт как бы камушками даже не землей а камушками мелкими камушками мелкой породы камней я пошла дальше и я была удивлена что это лед это толща льда на самом деле который никогда полностью не тает лед тает текут ручьи как будто бы весна так здорово как будто бы весна светит солнце ручьи журчат я сфотографировала несколько сделал фотографии чтобы показать действительно что это ледник так вот нагулявшись по леднику я подумала что у меня еще куча времени есть потому что когда я когда мы приехали и спросил во сколько будет последний рейс фуникулера вниз мне сказали что саньк муа дис я почему-то подумала что без 10 6 замечательно думаю время сейчас 4 16 16 16 16 как раз было самое время у меня еще есть куча времени чтобы погулять я себя фотографировала положила камеру вниз налет пощелкала себя так и я так пощелкала все вокруг внизу попила холодной ледяной воды из ручья из стающего ледника вода ледяная холодная просто вообще не знаю очень вкусная вода увидела людей которые так быстренько 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 поднимается думать чего они бегут еще целый час впереди до отправки последнего фуникулера и тут я уже начала подниматься значит к подъемнику которая спускает и поднимает лыжников такие лавочки которые ездят вверх и вниз вверх и вниз до самого верха там откуда фуникулер приезжает на станцию и значит тут машина едет не на свечу машина который чистит лед который чистит снег для тропинок для пешеходных тропинок то что сейчас значит летом люди пешком там ходят по льду можно сказать а зимой и значит эта машина чистит снег делает лужню и вот значит поровнявшись с ним мужчина вышел и я у него спросила во сколько последний фуникулер он посмотрел на часы посмотрел на меня и сказал через три минуты а до фуникулера мне еще нужно было добираться тысячу метров наверх три минуты и я же не успею как это да спущу из трех тысяч метров он посмотрел на меня рукой мне показал погодите достал свой телефон и начал разговаривать там не знаю с кем сказав что вот тут клиент опаздывает значит до подъемника для лыжного до этих лавочек до подъемника оставалось буквально шагов 500 метров быстренько добежав до них меня посадили на лавочку боже мой как страшно с высоты ну вот считай с нуля земли подняться на тысячу метров буквально за две-три минуты я ехала на этой самой штуки нафотографировала было страшно на самом деле очень страшно просто резко снизу сразу вертикальный вверх затем я благополучно села на очередной на следующий фуникулер который увозил всех тех которые там работали вверху в магазинах продавцов обслуживающий персонал и мы поехали вниз в общем я очень довольна накаталась и надышалась нафотографировала в общем такой экспириенс такой опыт просто великолепный такое вот приподнятое настроение чувствуешь себя счастливой чувствуешь себя всемогущей что можешь абсолютно все везде и всегда затем все в машину я так и на что все-таки этот не нашла это озеро но сверху я его видела она была не так далеко от меня я его видела но я не знала как не куда как с какой стороны к нему подъехать так вот снова забив систему этот адрес последний адрес от которой я потерял значит и дорожку я поехала туда там спросила мне сказали вот она здесь прям поворачиваете тут и озеро через семь километров вау проехав несколько метров стоит шлагбаум нужно заплатить билет нужно купить билет чтобы проехать на это озеро значит оплатив 5 франков я поехала вперед дорожка поднималась дорожка была вообще узкая не знаю как там две машины могли проехать но местами там вообще невозможно было две машины проехать дорожечка узкая и вверх 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 и тут вдруг на встречу не машина причем на самом узком месте причем нам на мостике ну на совершенно на мостике мне назад никак потому что ну как я назад весь этот путь до следующего ближайшего места невозможно да машина там сидит старенький дедок с бабулечкой видимо с озера едут вниз и и в общем мы застряли и стоим сзади подъезжает еще одна машина мужчина такой шикарный мужчина выходит из машины и мне говорит вам нужно сдвинуться чуть-чуть сюда а эта машина сюда еще начал нам регулировать я ему говорю как я сдвинусь тут с этой стороны скала острые камни торчат с другой стороны я не могу он мне так он мне понравился он мне говорит смотрите мне в глаза и делайте то что я вам говорю езжайте я вижу я могу вас регулировать у вас есть место и справа и слева езжайте чуть-чуть вперед 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 я смотрела ему в глаза и ехала вперед как он говорил затем рядом соседняя машина аккуратно наверное буквально миллиметр от меня проехали вниз затем этот мужчина мистер x немножко сдал назад я проехала и мы разъехались через пять минут я была на озере вода действительно чистая вода действительно вообще зеленоватая такая вода красивая естественно я пошла купаться конечно же быстро раздевшись взяв фотоаппарат на щелкав все вся и вся потому что солнце уже не то чтобы садилась но солнце заходило так как озеро находится внизу в горах солнце заходило за гору поэтому нужно было быстренько фотографировать пока солнышко еще было вот я нафотографировалась накупалась солнце начало захотеть и я потихонечку начала собираться шагав домой по тропинке обратно в обратное направление по тропинке я увидела сыроежки и причем не просто себе сыроежки а сыроеги большие и причем совершенно не черви совершенно свежие совершенно чистые грибы слава богу у меня был пакет за 10 минут я набрала целый большой пакет сыроегов и волнушек с ума сойти я побывала сегодня высоко в горах на высоте 3000 метров видела озеро сверху затем я купалась в этом озере и видела самую ту точку 3000 метров высотой с озера и я смотрела и думаю надо же я сегодня была там наверху теперь я здесь на озере к тому же набрала кучу грибов сегодня вечером я их уже замариновала слюнки текут и так у меня сегодня прошел отличный великолепный самый лучший день завтра будет еще лучше завтра у меня новые планы до встречи завтра пока ваше 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 Субтитры создавал DimaTorzok